Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое экстренное видео. Как обычно, я не собирался снимать ролик на эту тему, но пока я искал материал для нового выпуска, я обнаружил кое-что очень интересное. Тебе нужно об этом знать, если ты не хочешь, чтобы новый черный лебедь застал тебя врасплох. Тем более, что это событие, после того, как оно возможно случится, будет иметь сильное влияние на все рынки, включая биткоин и криптовалюту. И, скорее всего, не в сторону роста. Начнем с Томми Табервилла. С 3 января 2021 года этот человек является сенатором США штата Алабама от республиканской партии. Два дня назад он раскрыл некоторую информацию о своих сделках, и многие взволнованы его манипуляциями на фьючерсах Семи Корн. Это фьючерсы на кукурузу, ценой которой он манипулирует через законодательство как сенатор. Но меня больше всего заинтересовали другие его сделки, хотя и это не совсем законно. Я обнаружил список всех его недавних сделок, и 12 апреля, то есть всего лишь 3 дня назад, он совершил целый ряд таких сделок. Отметим четвертую – ТСМ-покупка. Но что именно он купил? Он купил пут-опционы на ТСМ. Что такое пут-опцион? Пут-опцион – это опцион на продажу. Покупатель опциона приобрел право продать определенное количество актива продавцу опциона по фиксированной цене в течение срока действия опциона. То есть, сенатор США буквально ставит на то, что акции компании ТСМ рухнут до 15 сентября 2023 года. Но что же это за компания такая ТСМ? Это тайваньская компания по производству полупроводников. Ключевое слово – тайваньская. Далее – Уоррен Баффет. Известный миллиардер продает практически всю свою долю в компании ТСМ – Тайвань-семикондактор. Давай послушаем его ответ на вопрос, почему он это сделал. Я думаю, что Тайвань сейчас небезопасен. Там существует большая угроза сейсмических действий в этой территории. Они, конечно, умные люди, но… Знаешь, что я скажу? Я много интервью видел с Уорреном Баффетом, но здесь он увиливает от вопроса так, как никогда раньше не делал. Значит, он явно не хочет озвучивать нечто, что, по его мнению, может прозвучать не так для какой-то конкретной категории людей. Его ответ на вопрос, что вынудило его продать акции ТСМ на миллиарды долларов, оказался скользким, но многозначительным. Угроза на территории Тайваня, по его словам, слишком высокая. Возможно, я бы даже и не решил снимать это видео, если бы не увидел торговую историю сенатора США Табервилла. Он приобрел путапционы на ту же компанию, акции которой Уоррен Баффет продал. То есть сенаторы США, а я уверен, что речь идет не только о Табервилле, своими действиями буквально поднимают большой красный флаг. Китайский «Черный лебедь» близко. А все потому, что компания, о которой мы говорим, это Тайвань Семикондактор, крупнейший производитель компьютерных чипов в мире. И одна из главных причин угрозы войны между США и Китаем за Тайвань. США даже предупредили, что если горячий конфликт начнется, они готовы взорвать некоторые заводы этой компании, лишь бы Китай не получил доступ к этим технологиям. И я не пытаюсь никого напугать, но когда я вижу, как богатейший инвестор в мире продает акции важнейшей тайваньской компании на миллиарды долларов, и одновременно с этим американские сенаторы ставят на обвал этой компании, это заставляет меня думать, что они знают то, чего не знаем мы. И мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. И когда этот черный лебедь настанет и случится капитальный обвал рынков, это не станет для нас сюрпризом. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео совсем скоро. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok